здравствуйте сегодня хотел бы вам рассказать о косилке которые служат верой и правдой мне уже 2-3 года косилка приобретена для кошения травы сорняка и в принципе бурьяна можно сказать в рост человека то есть для такой травы специальную приобрел диск вот такой вот диск с победитовыми напайками ну фирмы как оказалось не очень качественная подделка потому как после нескольких пропилов но правда попадались и проловка может быть все таки из-за этого с другой стороны на токарном станке также резцы если от простого попадания металла на пайка вылетает то это говорит о некачественные пайки и вот я насчитал штук 12 наверно с прошлого года вылетела на паек здесь в этой косилке вот эта гайка если ее открутить я недавно косил поэтому она не очень чистая вот эта гайка откручивается снимается вот этот барабан и там еще одна такая шайбочка и можно поставить такой небольшой барабан с леской чем не тольше леска тем лучше прокашивает газонную траву но именно вот такой диск я уже повторяюсь косит любой вид травы даже мелкий кустарник перепиливает не чуя как говорится защитный кожух защищает от попаданий камней ну случайного мусора который может отпружинить но обязательно нужно использовать очки не знаю такую статистику вряд ли кто вел но очень много повреждений глаз именно от того что люди не соблюдали простую технику безопасности вот здесь болт который откручивается и смазывается червячной передачи которую здесь находится данный девайс как сейчас модно называть всякие данного производства штиле косилки вот его название фс 55 двигатель не очень большой но для домашних целей вполне вполне большего в принципе не надо некоторые голову забивают давайте возьмем побольше помощнее для чего если есть диск для густой травы и очень густой идет нормально никаких проблем нет для чего покупать большой мощности не вижу смысла комплекте идет вот такой ремешок который на плечо конечно удобнее когда там целый привязь есть оснастка более существенную так как двигатель небольшой сама она легкая видимо конструктора ограничились таким небольшим ремешком для заводки двигателя многого не надо вот это силиконовая так понимаю такая вот кнопочка ее раз пять нажимаем до конца в нее закачивается бензин вот на ручки существует кнопка стоп который нужно переключить на под название старт чтобы переключать нужно усилие но можно оборвать привод привод приводящие устройства так скажем эта кнопка фиксируется нажатием вот когда нажимаем вот эти вот кнопки и тогда она легко переключается но если просто ее дергать можно повредить устройство не все это знают но потом об этом жалеют и так здесь мы переключили старт старт это самые большие обороты данной косилки то есть она будет заводиться в максимальные обороты и вот маленький рычажок они у некоторых моделей есть кнопочка который вверх отжимается вниз нажимается здесь вот она вот так вот поднимаем ее вверх это как бы перекрываем воздушную заслонку и далее вот рычаг желательно его дергать в том направлении как он расположен можно дергать его вот вверх вот как он тогда он идет все по ручью как по маслу если же его тянуть вот так сторону то вот колечко который там она будет очень быстро стачиваться соответственно шнур будет выходить очень быстро из строя конечно это никому не нужно итак заслонку переключили верхнее положение на ручке поставили старт и теперь я одной рукой снимаю поэтому извините за качество вот я ее завел после того как пошли бешеные обороты мы нажимаем быстренько вот на эти две кнопки и сам рычажок нажимаем вот на на газ и рычаг уходит в рабочее положение то есть один подстартовый и ходит на первое положение видите сейчас в данный момент ничего не происходит виск не двигается но когда мы даем обороты он не знаю вы слышите или нет но он со свистом начинает вращаться вот два года уже пользуюсь данным устройством и в принципе нареканий никаких нет но я заглушил глушение происходит рычагом рычагом на кнопку стоп да забыл сказать когда заводите на холодную вот этот рычаг как я говорил поднимаете вверх несколько раз дергаете за ручку после этого происходит небольшой пуск он как бы запустился и сразу заглохло вот это говорит о том что вот этот рычаг нужно сразу опустить в рабочее положение чтобы карбюратор засасывал бензин в нормальном режиме и после чего уже дергаем рычаг и она запускается и проблем никаких что еще можно сказать здесь в принципе расположение все очень простое вот смотрите вот нажимаем на эту вот кнопку и мы увидели воздушный фильтр вот что представляет из себя воздушный фильтр поролоновый такая это кубочка можно сказать жесткая такая которая время от времени будет прочищать иначе обороты двигателя не будут развиваться дальше бензин вот бензин здесь где-то примерно 250 грамм бензина входит то есть пол литра на две заправки идет расход очень небольшой происходит поэтому устройство очень работает долго что еще можно сказать ну замену свечи я думаю разговор об этом вести не нужно но все остальное в принципе понятно и так вот что еще может пригодится вот сама такая вот как она называется автокут 25 на 2 штилевская то есть барабан с леской тоже служит уже давно леска я взял четверку с этой леской обороты развивает помедленнее чем с тоненькой но зато режет всю подряд траву включая лопухи и так далее то есть она служит очень долго если же взять но для нее нужны большие обороты если взять тоненькую леску то будет очень сильно резать газонную траву но в то же время быстро очень изнашивается то есть рвется чуть толще размером чем сама леска попадется трава ее просто отрезает вот это ключ который поставляется вместе с косинкой в комплекте вот такое тоже устройство здесь вот звездочка ключ а это для откручивания вот этой вот штуки ну сейчас я покажу и вот в комплекте с косинкой шел вот такой диск ну честно скажу не очень удобным мне им работать он все таки довольно таки тяжелый оборота развивает с ним похуже очень толстую траву конечно режет но все таки с диском идет гораздо плавнее здесь все таки две стороны а там диск по всей площади режет поэтому четырех лопастной он как бы лучше для этих целей но я эти вещи не пробовал экспериментировать может быть тяжеловато а может быть наоборот легче не могу сказать а вот именно вот с этим устройством все идет очень просто вот это вот я обещал вам показать куда вставляется этот ключ это для того чтобы отвернуть вот эту гайку то есть он здесь заходит туда в механизм и стопорит его ну так же как в болгарке кнопочка а здесь этот вот ключ ну здесь надо найти положение где он провалится и будет держать и тогда можно свободно открутить эту гайку ну вот в принципе и все что хотел рассказать о косинке Штиль спасибо всем за внимание всем пока спасибо